Глава тринадцатая. Долгожданная встреча. Солнце и слово темный. Часть вторая. Она шла по коридору, правая сторона которого была закрыта огромными витражами, сложенными из толстых кусков стекла. — Обзорные залы. Они были вырублены в скалах, и с них открывался вид почти на все кристальное королевство. — Куда мы идем, Брайтлайт? — спросила она и посмотрела на отражение витража. Там смутно виднелась мерцающая белым светом фигура, кожистые крылья которой и изогнутый рог с лезвием на задней стороне, казалось, переливались небольшими искорками. Рядом с этой большой фигурой шла небольшая синяя фигурка, на переднем копыте которой уже был первый амулет. Синяя пони с огромными янтарными глазками смотрела на нее с этого отражения. — Мы идем в северное крыло, малышка. — раздался мягкий и нежный голос. — Смотри, помнишь? Я рассказывал о тебе о них. Это сестры, что будут править Эквестрии. — Это такая страна, границы которой проходят по нашим горам. Светлое крыло указало на изображение двух оликорнов, что, обнявшись крыльями, слегка прикасались мордочками друг к другу. Над ними, словно большая лапа, раскинулось огромное темное крыло. Маленькая пони посмотрела на него и открыла свое, словно сравнивая их. — Брайтлайт, а когда мое крылышко станет таким же большим? Она обернулась к своей наставнице и та улыбнулась, потрепав фиолетовую гриву копытом. — Не знаю. Возможно, скоро, возможно, нет. — Не спеши расти, Дигзди. Насладись жизнью полностью, потому что только это придаст тебе сил, когда они понадобятся. — Но я хочу сейчас. Тихо произнесла та, сложив крыло. — У всех уже давно по десять артефактов, а я только с одним. Та, которую она назвала Брайтлайт, тихо рассмеялась, чем заставила малышку фыркнуть и ускорить шаг. — Зато ты сама пробудила его и стала одной из первых, кто понял, как он работает. Успокаивающе проговорила большая и мерцающая светом пуни. — Не торопи свое время. Пусть даже оно... Часы тикнули, и Дигзди поняла, что никто и не заметил, как она на миг оказалась в своих воспоминаниях. Эти пятна света на полу так напоминали ей обзорные залы, что она невольно сбавила шаг, чтобы насладиться этим чувством снова. — Тут красиво, Дигзди, но нас ждет принцесса, мы не можем опаздывать! — отдернула ее лиловая единорушка. — Да, прости. Мне на миг показалось, что я дома. Тихо отозвалась та, оставив своими словами след недоумения на мордочках остальных. — Ну что, принцесса какая? Эпплджек тихо толкнула Спаркл, когда та поравнялась с ней. — Ножила в замке? Не знаю. — ответила та, решив, что будет идти рядом, чтобы эта странная пони не потерялась. Принцесса Луна ощущала напряжение старшей сестры уже с самого утра, но не то, что обычно предшествовало встрече с ее любимой ученицей. Нет, в Селесте ощущалось что-то, напоминающее момент, когда ее глужат сомнения, и эти сомнения не давали ей покоя. — Сестра, эта встреча волнует тебя больше, чем обычно! — заметила темная Аликорн, встав рядом. — Что-то не так? — Что ты, Луна, все замечательно. Твайлайт написала, что приведет во дворец свою новую знакомую. В голосе правительницы звучала мягкость и забота, но что-то с голосом было не так. Я выразила свой глубокий интерес к ней и к просьбе своей ученицы, со слов которой лишь я могу помочь ее знакомой поверить в историю элементов гармонии. Принцесса Луна хотела добавить что-то, но в это время в зале раздались голоса стражи, извещающие о прибытии в тронный зал Твайлайт Спаркл и ее друзей. Шесть уже знакомых Селестии и Пони вошли в зал и учтиво склонились, согнув левое копыто. Лишь седьмая, более высокая ростом, с темной шкуркой и длинным, чуть загнутым назад рогом, прижала копыто к груди и наклонила голову. Традиционное приветствие, слегка удивившее сестер-принцесс, давно уже не видевших его в таком исполнении. «Приветствую тебя, моя ученица, и вас, ее друзей!» Мягко, но при этом отчетливо и на весь зал произнесла принцесса Селестия. «И я рада, что вы прибыли вовремя. Пони, что стоит позади. Это та, о ком ты рассказывала мне в письме? Да, принцесса, это она!» Поднимаясь с колена, ответила Твайлайт. Мимо нее скользнула темная фигура, и, выйдя вперед, темно-синяя пони остановилась в десятки шагов перед Селестией. «О, светлокрылая! Это великая честь для меня увидеть неувидающую красоту оликорна!» Раздался ее голос, чуть грубоватый, на фоне нежного и мелодичного правительницы Эквестрии. «Я безмерно благодарна вашей ученице за эту возможность. И я хотела бы...» В копытцах синей пони появился шарик, заставивший стражу напрячься. Рога и единорогов тускло засветились, будучи готовыми ко всему. Однако светлая правительница успокаивающе кивнула им, и стражники сделали шаг назад. «Да, что бы ты хотела узнать у меня? Если об элементах гармонии, то это правда. Пони, что прибыли с тобой, являются ими, и я подтверждаю это. Моим словом оликорна и словом правительницы Эквестрии». Перепончато крылое удивленно оглянулось, и крыло приподнялось, открыв взору принцессы металлический диск на бедре утой. Глаза принцессы слегка сузились. «Есть ли еще что-то? Что бы ты хотела спросить или узнать? Если нет?» Селестия обвела присутствующих ласковым и внимательным взглядом. Ее что-то тревожило. Принцесса Луна ощущала это, стоя рядом с той самой минутой, как открылись двери и вошли друзья Спаркл вместе с этой странной пони. То, что на ту и вовсе не плащ, она поняла сразу, угадав в одежде сложенные крылья, похожие на крылья ночных пегасов. Но вот наличие рога ее немного озадачило. И еще магия. Сжатая небольшими кусочками магия, сопровождавшая эту гостью в виде надетых поверх шкурки предметов. «Да, светлокрылая, я хотела спросить еще кое-что, если будет возможно». Синяя пони смущенно теребила шарик и смотрела куда-то в сторону. «Я... меня... оставили в форте в Северных горах. Я жила там, изучала артефакты, читала книги. Моими собеседниками были они и молчаливые статуи, в которых был запечатлен образ оликорнов. Я звала тех, кого знала и ждала. Ждала, когда придете вы, тем самым известив, что Эквестрия больше не пребывает в пламени хаоса. Мне сказали ждать, и... я ждала». Янтернаука Эпони говорила тихо, но в тишине зала ее слова, казалось, слышали все. «Оставьте нас все и закройте двери в зал». Раздался голос Селестии, что уже спустилась на пару ступенек ниже, и теперь пристально смотрела в янтарные глаза той, кто была почти с принцессу ростом. Твайлот переглянулась с подругами, но их уже стали подталкивать к выходу стражники. Вскоре зал опустел, оставив сестер и Дигзи совершенно одних. Та крутила в копытцах шарик и старалась не смотреть светлому оликорну в глаза. Что-то ее пугало, но она уже нажала на кнопочку, и шарик едва слышно гудел, записывая момент, которого Дигзи ждала. Разговор стойчий и нежный голос, казалось, успокаивал даже самое разбитое сердце и самые горькие чувства. Слышался шум удаляющихся пони, копытца которых цокали по каменному полу. Звук приспускающихся занавесей, погрузивших зал на треть в тень. Принцесса Луна с беспокойством взглянула на свою старшую сестру, ощутив перемены в ней до того, как она произнесла хоть слово. Она давно не ощущала их с момента, когда вернулась из изгнания, и тем более пугающими они были сейчас, когда жизнь в Эквестрии шла своим размеренным шагом. — Ты! Как ты посмела вообще явиться в Эквестрию? В Контерлот! Голос принцессы изменился. Из мягкого и нежного, почти умиротворяющего, он стал жестким и отдающим прохладой, отчего синяя пони сделала несколько шагов назад. На ее мордочке отразилось изумление и непонимание. Отчего так изменилась та, в объятие крыльев которую еще минуту назад она хотела бы попасть? — Я не знаю, — испуганно проговорила она, не ожидавшая такой перемены. Металлический шарик выпал из ее копыт и откатился в сторону. — Не знаешь? Зато знаю я. До сих пор вместе со мной жива память о вас, Димикорнах! Чудовищах, живущих только ради своей слепой любви к этим ужасным вещам, что носишь ты на себе! Белая копытца принцессы, обрамленная золотым накопытником, указующе застыла в сторону Дигзди. С трудом мне удалось убрать все записи и все упоминания, чтобы ничто не омрачало светлое настоящее Эквестрии. Мира, в котором нет и не будет воин, как та, в которой существо, как ты, принимало участие! Синяя пони вздрогнула, словно получила невидимый удар, и отвернула в сторону мордочку, стараясь не смотреть в пристальные глаза принцессы Селестии. Вот почему никто не знал о ней. Вот почему пони встречали ее как «Но, сестра! Мне ты дала второй шанс! Да, она необычна, и, возможно, будет тебе темные воспоминания, но дай ей второй шанс, как дала его мне!» Луна встала рядом с сестрой и опустила ее копыта своим. «В ней нет того зла, что ты приписываешь ей! Может, она также стала жертвой обстоятельств, как Луна!» «Ты моя сестра! А это?» «Это такой же артефакт, как и те, что надеты на ней!» В голосе Светлокрылого Аликорна послышалось горечь сожаления и одновременно неприязнь. «Она живет, даря им свою привязанность! Она не расстанется с ними! Это живет в ней и является ее сутью! Она...» «Димикорн!» Тихо раздался голос Синей пони, поднявший глаза на Светлокрылую, и в ней плескались слезы. Но вместе с ними в них плескалась обида и разочарование. «Только потому, что я Димикорн...» «Она Димикорн! Создана, чтобы жить артефактами, способными действовать даже во время хаоса!» «Даже если время пойдет спять! Даже если магия перестанет быть сущностью единорогов и не станет оликорнов!» Продолжила принцесса Селестия, словно не обратив внимания на фразу той, что стояла перед ней, растерявшись и плача. Стараясь не замечать ее взгляда, словно она была вещью, не стоящей внимания. Это была крайняя мера, которую они выбрали сами. Сделали себя зависящими от предметов, которых не должно было остаться в этом мире, как и их самих. Страшного наследия прошлого. Металлический скрежет раздался в зале, словно кто-то протащил по полу часть доспеха и потом швырнул его озим. С растрепанной гривой стояла перед двумя принцессами Дигзди, сбросив один из поножи, что оставил царапину на каменном полу, хотя бы так добившись внимания к себе. — Я сниму их, я оставлю, я сломаю свой урок, если это будет нужно, но почему, светлокрылая, почему, статуи оликорнов украшали форт, ставший моим домом, книги рассказывали о красоте, которая недостижима, что я сделала не так? — Вскрикнула синяя пони, заставив принцессу луну вздрогнуть от внезапно зазвучавшего отчаяния в ее словах. Янтарные глазки блестели в полумраке зала, отражаясь золотистыми искорками в капающих на пол слезах. Тон этого существа разбудил в луне что-то знакомое. То, что когда-то терзало ее саму. — Ответьте, пожалуйста, ответьте. За все время, что я была на границе северных гор, я спрашивала себя, где все такие же, как я? — Да, почему я вижу только себя в отражениях, и нет никого, даже в рисунках на стенах, кто походил бы на меня? — Молчи! Белая копытца топнула пол. — Светлокрылая! С мольбой вскрикнула та, кого называли Димикорном. — Сестра! Бросилась к Селестии принцесса луна, но замерла, так и не дойдя до той. Грива Селестии пламенела, и зал наполнялся жаром, от которого стали потрескивать стекла, и начали тлеть ковровые дорожки. В белых глазах Оликорна светилась магия солнца, и в этот момент даже ее младшая сестра опасалась оказаться рядом. Синяя пони тихо вскрикнула и прикрылась от вспыхнувшего света крылом, открыв этому магическому жару свои око-часы. — Молчи, Димикорн! — Пусть тебе удалось обмануть всех, пусть даже это действительно правда, но ты создана для артефактов! — грохотал голос Селестии, перекрывая свои силы и мощью даже бушующую стихию пламени. — Ты не откажешься от них! Ты будешь гореть! Ты будешь распадаться на части! Но с мыслью о том, чтобы... — Ты? — Селестия воскликнула в изумлении, когда в зале раздался голос, и вместе с ним стихло пламя. Стены покрылись тонким, но все более нарастающим льдом. В воздухе ощущалась приятная после обжигающего жара солнца прохлада, и на тлеющий пол упали первые робкие снежинки. Голос звучал, не принадлежа ни одной из принцесс, ни их странные гости, замерзшие в ожидании смертельного удара огня. На фоне его звучали десятки нестройно идущих механизмов. Сотни, тысячи их крутили своей шестерней, щелкая, тикая, словно пытаясь слиться в один единый ход часов, отсчитывающих саму вечность. — Мы, Димикорны, приносим клятву верности Эквестрии и элементам гармонии во имя будущего всех, кто живет в ней и будет жить. Каждый из нас стоит на пороге, где решения окончательно и дороги назад не будет. Мы никого не оставляем. Мы ничего не берем с собой, кроме того, что уже не в силах снять. Каждый из нас знает, что история будет изменена и согласны с этим решением. Голос звучал с грустью, но при этом торжественно, словно обладатель его не привык склонять голову ни перед чем в своей жизни. Тоска и одновременно предвкушение сквозили в произносимых словах. Мы — жизнь амулетов, жизнь осколков прошлого. Мы — механизмы, наше предназначение — отдать себя целиком силе артефактов. Наше время — время их жизни. Мы ради жертвы первых носителей гармонии дарим его угасающему прошлому и с последней искрой его силы мы разделим судьбу созданных артефактов. Однако, кто бы ни слышал нас в этот краткий миг, мы просим лишь об одном. Властный и тихий голос произнес всего несколько слов, но они заставили принцессу отшатнуться, и гриво ее угасло, вернув перламутровый и легкий свет. — Она без сознания, сестра! У нее совершенно черные глаза, она почти не дышит! Помоги ей, пожалуйста, она совсем не дышит! Раздался голос принцессы Луны, стоящей рядом с упавшей набок синей пони, крылья которой распластались по полу. На синей мордочке замерли темные невидящие глаза, словно два вытянутых уголька, теряющих темные капли слез на каменный пол. — Луна, не приближайся к этому чудовищу! Белое крыло обняло темную принцессу и отодвинуло от лежащего на полу существа. — Но, сестра! Она попыталась вырваться, но белые крылья крепко обняли ее, не пуская к той, что лежала бездыханной на все еще покрытом льдом полу. Она все вырывалась, когда раздался скрип металла и звук волочащегося по полу крыла. Дигзди, покачиваясь, стояла, и один глаз ее наполовину мерцал янтарным светом. Вот только в этом блеске виднелись фиолетовые искорки, едва различимыми бликами скользящие по радужке. — Я... Я не такая. Я не чудовище. Я не знаю, почему вы ненавидите и одновременно жалеете меня, светлокрылая. Вы смотрите на меня со слезами, и я не понимаю этого. Я не понимаю вашего мира, но в нем так уютно, после холодных гор. Я хочу разделить радость с теми, кого успела встретить. Я хочу остаться. — Глухо говорила она, но в голосе ощущалась странная твердость. Димикорн пошатнулась, споткнувшись оброшенные ранее поныжи и, вступив в них копытом, одела обратно. Первые элементы гармонии. Я помню их. Первые волны хаоса. Я слышала их. Первые войска обезумевшего сомбры. Доспехи его воинов лежат вокруг скал до сих пор. Я хотела идти со всеми, но меня оставили. Я осталась и ждала. Я долго ждала. Но никто, никто не пришел. Были только книги. Были только статуи. Они рассыпались на моих глазах, ветшали и покидали меня. Темная Оликорн вырвалась из крепких объятий и встала рядом со своей сестрой. Смотря на замерзшую синюю пони, в роге которой тускло отражался свет окон. Сестра, посмотри на нее! В ней нет того, что ты приписываешь Димикорнам! Она прижала копытцы к груди своей сестры, умоляюще глядя той в глаза. Они были много тысяч лет назад. Она! Последняя из них? Луна! А если такие, как она, еще остались? Если голод по магии, закованный в совершенный контроль над артефактами, не поглотил ее, то это не значит, что он не поглотил других. Они горят, Луна! Пойми, моя маленькая сестра! Они горят испепеляющим пламенем артефактов и сгорают с ними! С радостью, с грустью, с воспоминаниями, в поглощающей любви к этим предметам, улыбаясь и не оборачиваясь назад! Заговорила светлокрылая принцесса, убирая темные копытца своей сестры в сторону. Да, они дали отпор многим врагам. Без тени сомнения, они ставили свою жизнь ниже жизни артефактов. Сгорали одни, на миг становясь недостижимыми по мощи, за ними шли другие, поднимали эти догорающие вещи и повторили судьбу первых, без сожаления и сомнения. Я не хочу видеть это снова, Луна! И я не хочу видеть тебя, Димикорн! По крайней мере, пока... Последние слова Селестия произнесла, отвернувшись и посмотрев тающий на стенах лед, падающий звонкими осколками, рассыпаясь о каменный пол, словно пытаясь напеть грустную мелодию. Вместе с ними из глаз стоящей с опущенной головой перепончатокрылой падали прозрачные слезы, разбиваясь на мелкие капельки. Несколько из них упали на металлический шарик, и тот наклонился на бок. Тихое всхлипывание раздавалось в зале, в котором привыкли к торжествам и смеху. — Сестра, посмотри на нее! Она дышит, она плачет, она страдает, дай ей время! Оставь прошлое в прошлом! Принцесса Луна прикоснулась крылом к крылу своей сестры. — Пожалуйста, сестра! — Ночь твоего владения, Луна. Если ты готова взять на себя этот груз, я не стану препятствовать. Устала ответила та и подошла к Зимикорну. Мудрые и повидавшие многое за тысячи лет глаза Аликорна, заглянули в янтарные глазки той, что стояла перед ней, и на миг ей показалось, что такие же тысячи лет взглянули на нее из темных зрачков, блеснув холодными фиолетовыми искрами. — Уходи. Ради просьбы сестры я позволю остаться тебе в своих владениях, но я буду первый, кто будет на твоем пути, если прошлое проснется в тебе. А оно проснется, оно вковано в твой рог, оно наполняет твои амулеты, и когда это случится, я буду желать твоего одиночества, чтобы никто, никто не разделил с тобой твою судьбу. Пронесла принцесса, глядя на Демикорна с горечью, с сожалением и одновременно ужасом, спрятанным глубоко внутри и сжатым невидимыми цепями воли. Ты вольна делать, что хочешь. Можешь идти, куда хочешь. Эквестрия большая, но я буду всегда оберегать ее и свою сестру от тебя. Запомни это и уходи. Аликорн отвернулась и, прикрыв глаза, ощутила, как слезы потекли по белый шерстке щек. Стиснув зубы, она старалась стереть представшее перед глазами видение, но оно упорно возникало снова и снова, оставляя уронить слезы против своей воли. Металлический шарик щелкнул. Последняя запись на него была сделана. Небольшой артефакт, что всегда был с темно-синий пони, равнодушно записал то, что должно было стать счастливым моментом встречи, а оказался свидетелем самого горького в жизни Диксди момента. Она медленно подобрала его и опустила в сумку, осторожно переступая копытами и спотыкаясь на кусочках почти растаявшего льда. Она открыла дверь и прошла мимо замерзших в коридоре пони, которые, по-видимому, даже не слышали того, что произошло в тронном зале. Не поднимая головы, она миновала стражей, которые, словно получив приказ, пропустили ее. Она спустилась с лестницы, несмотря по сторонам, словно шагая во сне. Лишь артефакт на бедре лихорадочно начинала раскручивать шестерни, а потом замирала, сдавая сдавленный скрежет, словно пытаясь оправиться от солнечной магии Аликорна, оставившей темные отметины не только на нем, но и на крыльях этой странной пони. Скрыв свою белоснежную мордочку, Селести миновала свою ученицу, лишь кивнув и улыбнувшись. В коридоре замешкалась только принцесса Луна, что отвела лиловую единорожку в сторону и успела шепнуть несколько слов, прежде чем ее старшая сестра заметила это и окликнула. Что она сказала? Почему Дигзи прошла мимо в таком виде? Что произошло? Обступили подруги лиловую единорожку. Она Димикорн, тихо и растерянно ответила Твайлотта. Я ничего не знаю, принцесса Луна сказала лишь это. Димикорн? Удивленно переглянулись пони. И? И что она потом расскажет подробнее? Еще тише ответила Твайлот. Ну о случившемся. С лестницы замка спустилась Димикорн и перед нею раскинулись стены контрлота, а за ними простирались земли той, кого называли светлокрылой принцессой Селестии, и в этих землях она была чужой, еще не догадываясь, какую роль сыграли те, к чьей расе она принадлежала. Она прикрыла глаза, вслушиваясь выравнивающийся звук тикающего механизма на своем бедре. Тихий голос раздался, как будто в ее голове, вкратчиво шепча через шелест механизма. Дарим, дарим его угасающему прошлому, из последней искры его силы мы разделим судьбу созданных артефактов. Однако, кто бы не слышал нас в этот краткий миг, мы просим лишь об одном, просим лишь, просим об одном, сохранить одну жизнь ради жизни всех нас, одну жизнь. Голос оборвался, и в этот момент ощущение одиночества захлестнуло ее, вырвав из горла беззвучный крик, лишенный силы вопль, сорвавшийся в тихое всхлипывание. Лучший день в жизни! Послышались тихие слова, и она покинула замок.